Массаж ребенка от 1 до 3 месяцев. Массаж надо проводить не раньше, чем через 40 минут после кормления, при температуре воздуха не ниже плюс 22 градусов. Массаж не должен вызывать или усиливать болевые ощущения у ребенка, нельзя массировать ребенка перед сном. Кончиками пальцев, легкими движениями поглаживаем ручку по разгибательной поверхности от кисти к плечику. До 6 раз. По сгибательной поверхности от подмышечной впадины к пальчикам выполняем легкое поглаживание. До 3 раз. Аккуратно, большими пальцами открываем ладошку малыша от ее основания до кончиков пальцев. До 3 раз. Теперь то же самое выполняем с другой ручкой. Открываем ладошку малыша. До 3 раз. Затем по разгибательной поверхности поглаживаем ручку от кисти к плечикам. До 6 раз. По сгибательной поверхности руки легкое поглаживание в обратном направлении. Не более 3 раз. Теперь массируем животик. Гладим его легкими движениями по часовой стрелке. До 6 раз. Чтобы малыш испытывал эмоциональное удовольствие от массажа, сопровождайте движения нежными словами, рассказывайте, что вы делаете. А теперь массируем ножки. Одной рукой слегка приподнимаем ножку ребенка, захватив ее выше голеностопного сустава, и другой рукой производим поглаживающие разгибающие пальчики движения от пяточки кончиком пальцев. Далее большим и указательным пальцами нежно поглаживаем каждый пальчик стопы по одному-два раза. Теперь проводим пальцем по наружному краю стопы до пятки, вызывая рефлекторные разгибания пальцев ноги. Один раз. По тылу стопы поглаживаем от кончиков пальчиков до глиностопного сустава и далее, по наружной поверхности голени и бедра, до тазобедренного сустава до 6 раз. Смотрите внимательно, как это делает специалист. Со второй ножкой мы выполняем аналогичные поглаживания. От пяточки кончиком пальцев до 3 раз. Далее нежно поглаживаем каждый пальчик стопы. Затем вызываем рефлекторные сгибания и разгибания пальцев стопы один раз. И снова по тылу стопы поглаживаем от кончиков пальчиков до глиностопного сустава и далее, по наружной поверхности голени и бедра, до тазобедренного сустава до 6 раз. Если у вашего ребенка большую часть времени ножки находится в положении сгибания, то выполните легкие поглаживания по сгибательной поверхности ног от тазобедренного сустава до стопы не более трех раз с каждой стороны. Обратите внимание, нельзя массировать суставы, подмышечные впадины, паховую область, пупок, соски, внутреннюю поверхность бедра. Пора помассировать грудную клетку. Начнем с легких поглаживаний от середины грудины к подмышечным впадинам. До 5 раз. А теперь поиграем в обнималки. Раз-два, раз-два, то левая ручка сверху, то правая, то левая, то правая. До 6 раз. Малышам обычно очень нравится это упражнение. Нельзя резко отпускать ручки ребенка. Посмотрите, как это делает специалист. Теперь медленно и спокойно сгибаем обе ножки к животику и разгибаем. Раз-два, раз-два. Не более 6 раз. Теперь поочередно. Одну сгибаем, другую разгибаем. Левая, правая, левая, правая. По 6 раз. Переворачиваем малыша на животик. Поглаживаем спинку по направлению от ягодиц к шее, подушечками пальцев рук или тыльными поверхностями кистей обеих рук. Можно одной рукой, можно сразу двумя. Старайтесь не задевать позвоночник. До 6 раз. И снова поглаживаем ножки по наружной поверхности от стопы к ягодицам. До 6 раз. Массаж надо делать, когда малыш находится в хорошем настроении. Нельзя делать массаж перед сном. После массажа ребенка следует одеть в теплое белье и дать ему отдохнуть. Поглаживаем ножки по наружной поверхности от стопы к ягодицам. После массажа ребенка следует одеть в теплое белье и дать ему отдохнуть. После массажа ребенка следует одеть в теплое белье и дать ему отдохнуть. Продолжение следует...